Мы даже не представляем, насколько изуродовано наше мышление и как сильно оно отличается от мышления наших предков. Последним было присуще многомерное восприятие нашего мира и, соответственно, многообразная реакция на окружающий мир, которая выражалась в создании прекрасных художественных произведений. Вспомните древнерусское или древнегреческое искусство и сравните его с современным абстракционизмом. Многомерное восприятие мира позволяло нашим предкам создавать сложные социальные конструкции и развивать психофизические способности до такого высокого уровня, какой мы даже не можем себе представить. А сколько было научно-технических находок у древних, о которых не принято сегодня говорить, поскольку нам постоянно навязывается представление о примитивности наших предков. Наше мышление дихотомично, дословно деление на два. Оно строится по принципу «да-нет». Этот тип мышления ведет к искажениям в познании мира и порождает ущербную культуру, ограниченную науку, искаженные формы отношений и уклада общества. Чтобы расширить способы мышления, надо изменить мораль. Тогда изменится восприятие мира. Моральные принципы конструируют алгоритмы мышления. Но та мораль, которая нам постоянно навязывается, то новой религии, то цивилизованным обществом, исходит из одного сатанинского источника. И кроме хаоса, революции, тираний, ничего хорошего принести не может. Дихотомичное мышление обрекает все дела и начинания на провал и устанавливает жесткий предел в развитии науки и мировоззрения, соответственно, и в эволюции человека и общества. Благодаря этому типу мышления людей легко обманывать, а человечеством легко управлять, ведя его от одного кризиса к другому. Истоки тирании лежат не в отдельном человеке, Гитлере, Наполеоне или Сталине, не в отдельном учении, коммунизме, фашизме, фундаментализме и даже не в отдельном народе. Истоки тирании современной цивилизации обусловлены способом мышления, который формируется существующими моральными принципами. Освенцем и ГУЛАГ, Хиросима и Бабий Яр – все это результат одного типа мышления, одной морали. Неважно, что провозглашалось и писалось при этом на знаменах, важно, какая мораль лежала в основе деяний и какое отношение к человеку было на самом деле. Упрощенная дихотомичная мораль окрашивает мир лишь в два цвета – черный и белый, не замечая всю разнообразную палитру цветов природы. Она делит людей лишь на врагов и друзей и не в состоянии сделать правильных оценок, кроме противоположных. Добро – зло, плохо – хорошо, любовь – ненависть, война – мир. Поэтому дихотомичное мышление рождает грубое отношение к людям, природе, обществу, народам и лишает человека возможности творить, чем обкрадывает его будущее. Воцарив на нашей планете, дихотомичное мышление победило все другие формы проявления мысли, что и способствовало порождению на нашей планете царства зла. Оно выгодно оккупантам земли, внедряемое на уровне школы, поскольку позволяет легко манипулировать людьми. Пример тому – отношение к Ленину. Сначала нас учили, что он гений и вождь всех народов, и мы поверили в это. Теперь нас уверяют, что он немецкий шпион, карьерист, диктатор, сифилитик и прочие, и мы опять поверили в это. Хотя как первая, так и вторая оценки далеки от реальности. Периодическое появление в науке открытий, которые невозможно сделать при дихотомичном мышлении, например, теория неявных множеств, говорит о том, что дихотомия – не врожденное, а приобретенное людьми качество, которое можно убрать с помощью морали. Именно высокая мораль расширяет наше восприятие мира и является главным оружием против дихотомии, так как формирует открытое многомерное мышление.